В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз объявили о намерении идти на выборы в Европарламент единой командой. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что детям опасно сидеть за компьютерами и играть в игры. Муж и жена из Владимирской области взяли под свою опеку почти 200 семей. Немецкие консерваторы готовятся к выборам в Европейский парламент. В Мюнстере Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз объявили о намерении идти на эти выборы единой командой, сообщает Евроньюз. Депутат Европарламента от ХСС Манфред Вебер рассчитывает занять пост президента Еврокомиссии. На встрече в Мюнстере он заявил, что Европа, в которой мы живем, сейчас это в первую очередь христианская демократическая Европа. И наша партия стоит у истоков этих политических преобразований. Сейчас выбор возглавляет крупнейшую фракцию в Европарламенте – Европейскую Народную партию. В завершении церемонии начала предвыборной кампании участники мероприятия исполнили оду к радости – официальный гимн Евросоюза. Выборы в Европарламент состоятся 26 мая. Ивана Катерина из города Кольчугина, Владимирская область, воспитывают шестерых детей. В их семье три брата и три сестры. Семья создала благотворительный фонд «Дом добра» и взяла под свою опеку почти 200 семей, которым нужна помощь, передает телеканал «Мир 24». «Мы оказываем помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – говорит Иван Снегирев, руководитель «Дома добра». Сюда постоянно кто-то приходит, одни, чтобы забрать подаренную коляску, другие – за вещами для новорожденных. Кого-то Екатерина отговорила делать аборт. Большинство средств для помощи нуждающимся Ивана и Екатерина выделяют из семейного бюджета. Мечтают открыть в «Доме добра» кружки для детей, а еще хотели бы построить и собственный дом. Семья, которая помогает людям, сама вынуждена снимать жилье. Взять студенту академический отпуск будет проще, пишет российская газета. Правила предоставления академического отпуска для учащихся в вузах и колледжи меняются. Напомним, академический отпуск могут дать студентам учебных заведений, курсантам, ординаторам по медицинским, семейным и иным обстоятельствам на срок до двух лет. Разрешается брать академический отпуск неограниченное количество раз. Если раньше со студента требовали лично явиться с документами в деканат, то сейчас Министерство высшего образования и науки предлагает упростить процедуру и разрешить присылать бумаги с доверенным лицом по обычной почте или электронной. Проект приказа сейчас находится на общественном обсуждении. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что детям опасно сидеть за компьютерами и играть в игры на других электронных устройствах. Организация обнародовала рекомендации по физической активности малышей в возрасте до 5 лет, передает НТД-ТВ. Дети младше года должны ползать не менее получаса в день и спать от 12 до 17 часов в сутки. При этом им вообще нельзя смотреть телевизор и играть в компьютерные игры. Трех-четырехлетние дети должны спать от 10 до 13 часов в сутки и играть в компьютерные игры можно час в день, но лучше меньше. Когда дети сидят, по рекомендации ВОЗ, надо читать им книжки, решать с ними головоломки или играть в настольные развивающие игры. Физическая активность и полноценный сон улучшат психологическое состояние детей и защитят их от возможного ожирения. В Лаосе полиция освободила трех американских миссионеров, арестованных в начале апреля за проповедь жителям деревень, сообщает портал Виктори со ссылкой на International Christian Concern. 8 апреля полицейские задержали волонтеров христианской некоммерческой организации Vision Beyond Borders недалеко от города Муангсинг. Уэйн, Отом и Джозеф посещали местных жителей, раздавали религиозную литературу и рассказывали об Иисусе Христе. Эрик Бливерникт, исполняющий обязанности руководителя по оперативным вопросам организации, сообщил, что миссионеры покинули Гонконг. Он также подтвердил, что миссионеры отпраздновали пасхальное воскресенье в своих домах. Они дома и отдыхают. После их возвращения я общался с Отомом. Похоже, что эта ситуация не сломила их, отметил Бливерникт. Около 11 миллионов россиян занимаются благотворительностью через интернет. Это почти 15% от общего числа пользователей в возрасте от 14 до 54 лет, передает прав мир со ссылкой на Реановости и результаты исследований аналитиков Яндекс.Кассы и Data Insight. Почти все, кто делает онлайн-переводы через благотворительные и краудфандинговые платформы, также оплачивают товары и услуги через соцсети, мессенджеры, сервисы для совместных покупок и другие площадки. Около 80% участников исследований, занимающихся благотворительностью, собираются продолжать жертвовать деньги на добрые дела и интересные проекты. По подсчетам экспертов, россияне тратят на благотворительность примерно 340-460 миллиардов рублей в год. Примерно треть от этой суммы составляют массовые пожертвования граждан от 140 миллиардов до 160 миллиардов рублей в год. Только половина россиян, 50%, знают, что на Пасху верующие празднуют воскресенье Христа. Треть не смогла ответить, что отмечают в этот день. Об этом свидетельствует опрос, данные которого опубликованы на сайте ВЦИОМ, сообщает портал News.ru. По данным исследования о том, что на Пасху празднуется воскресенье Христа, знают 50% респондентов. При этом 6% уверены, что на Пасху отмечается день рождения Христа. 4% полагают, что это просто великий христианский праздник или день поминания усопших. Еще 3% считают Пасху праздником окончания поста. А треть респондентов затруднилась ответить на вопрос, что отмечают на Пасху. В то же время традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!